Одним из решающих матчей за немецкую салатницу Где ожидаемо 4 из них выиграли быки Но самое главное, на что стоит обратить внимание Это то, что они забивают между собой по 5 мячей в среднем за игру Уже звучит круто, да? А что если я скажу, что Лейпциг самая мотивированная команда в этом туре Потому что они сейчас идут на пятой строчке Но если выиграют этот матч, они гарантированно попадут аж на третью позицию Однако из последних 10 матчей у них лишь 4 победы и целых 5 ничейных результатов Не лучшие показатели для топ-команды У Майнца же 3 победы и по 4 поражения и ничьих Реализация ударов створа у этих команд почти одинаковая Однако быки забивали по 1,7 мячей за игру, а карнавальщики по 1,3 Но разница команд в том, что хозяева пропускали по 1,6 мячей за матч А гости лишь по 0,7 Составы команд могут вполне ощутимо отличаться от встреч в прошлом туре Майнц вполне вероятно выставит схему с тремя защитниками Чтобы брать не качеством, а количеством Игру пропустит только основной вратарь Центнер В свою очередь ожидаемо, что Лейпциг начнет игру с тремя игроками в оборонительной линии А вскоре перестроится в схему 4-2-2 И цементировать защиту увернется после дисклификации у Помикану Однако участие другого игрока основы Форсберга под большим вопросом Конечно, после встречи в первом круге, где быки буквально поиздевались над соперником И забили 8 безответных мячей, ожидать супер интригующей встречи не стоит Но мы можем обратить внимание на то, что команды выдают просто голевые бенефисы, играя между собой Также, быки играют не лучшим образом в последних матчах А нападающий Майнца набирает неплохую форму Но в любом случае, главный тренер Лейпцига Иллюан Нагельсман все понимает И игра в три защитника в начале игры и вернувшиеся у Помикану Не дадут хозяевам забить быстрый гол А уже переход в более атакующую схему позволит сделать из ворот просто решето Поэтому победа Лейпцига 70%, ничья после быстрого гола 25%, а победа Майнца только где-то 5% А самый ожидаемый счет 4-1 в пользу быков, который покажет всем фанатам, что они еще те